Продолжение следует... 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 В рамках предыдущей нашей встречи мы с вами говорили о соотнесении работы по обогащению, по уточнению закреплению и активизации словаря. Конечно, эта работа носит тоже системный характер и предопределяет определенную этапность реализации данного направления речевой работы. Развитие связной грамматически правильной диалогической монологической речи. Речевые навыки, которые мы формируем в рамках фонетической работы, лексико-грамматической работы и так далее. Огромное значение, исходя из той концепции современного речевого развития, определяется такому направлению, как развитие речевого творчества. То есть умение создать свой речевой продукт, который имеет оригинальность, который отражает индивидуальность ребенка, его видение, его способность к воображению, творческому созданию того или иного продукта. Кроме того, конечно же, речь наша с точки зрения интенсионной оформленности, звукового богатства, звуковой образности, лексической образности. Все это предполагает развитие звуковой и интенсионной культуры, развитие фономатического слуха. Еще раз напоминаю, что современный метод обучения грамоте называется, какой звуковой, аналитико-синтетический метод обучения грамоте, что предполагает достаточно высокий уровень развития всех фономатических процессов. Поэтому, конечно, эта речевая задача одна из приоритетных, одна из важных. Ну и кроме того, одним из средств речевого развития является искусство, поэтому огромное место в этом занимает, конечно же, литература, детская литература. Поэтому знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, то есть все, что это характеризует, характеристику сформированности поэтического слуха ребенка, это тоже одна из важных задач. Ну и формирование, еще раз говорю, обращая внимание на предпосылки обучения грамоты в рамках формирования звуковой, аналитико-синтетической активности. То есть в рамках дошкольной подготовки нам в первую очередь нужно научить детей не звуком, не буквам, не слогослиянием как таковому. Важно создать те необходимые предпосылки, которые позволят успешно обладевать письменную речью на уровне уже школьного образования. Для этого ребенок должен осуществлять все формы языкового анализа на уровне слова, на уровне слога, на уровне звука, на уровне предложения, на уровне текста и так далее. Поэтому, конечно, задачи перед нами стоят достаточно огромные. Реализация всех задач, она должна осуществляться в соответствии с принципами развития речи. Поэтому я посчитала уместно все-таки напомнить и обозначить те основные принципы речевой работы, которые регламентируются в рамках дошкольного и школьного образования. Во-первых, это общедидактические принципы, где мы относим принцип доступности, научности, наглядности, последовательности. В рамках сегодняшней нашей встречи мы не будем особо уделять внимание трактовке этих принципов и большее внимание сосредоточено на пояснении программно-методических и специальных принципов развития речи детей. К программно-методическим принципам относятся генетический, деятельностный, структурно-семантический и принцип предметно-практической направленности процесса обучения. Несколько слов по поводу каждого из этих принципов. Итак, реализация генетического принципа в обучении выражается в последовательно усложняющихся требованиях речи детей в концентрическом расположении речевого материала. То есть мы все прекрасно знаем, что вся речевая работа определяется по характеру лексико-тематического планирования. И вся словарная работа, та же самая фрезиология, лексико-грамматические задания, они все группируются на определенные темы и являются сквозными на все годы обучения. И в результате такого планирования речевой работы, в зависимости от возраста детей, соответственно, усложняются речевые задачи и меняется наполнение речевыми единицами той или иной лексической темы. Поэтому, конечно, генетический принцип, именно постепенность, последовательность в усложнении требований речи детей. Эта последовательность, конечно, отражается в требованиях программ, как дошкольного образования, так и начального образования, которые регламентируют тот объем знаний, умений, навыков, касаемо овладения теми или иными речевыми характеристиками. Деятельностный принцип. Данный принцип определяет установление взаимосвязи речевого развития, постоянной, причем взаимосвязи речевого развития и овладения разными видами деятельности. То есть деятельностный подход. С одной стороны, речь развивается в рамках деятельности, в основном это ведущая деятельность, мы регламентируем такой подход. То есть это у дошкольников игровая деятельность, у детей школьного возраста это учебная деятельность. Это с одной стороны, это определяет, собственно, само содержание речевой работы. С другой стороны, сама речь тоже является деятельностью и представлена как деятельностью. И поэтому в рамках характеристики речи как деятельности очень важно понимать, что любая деятельность начинается с мотивации. Психологи говорят, что эффективность получения речевого продукта зависит, в первую очередь, на 50 практически процентов от мотивации ребенка к выполнению данной речевой операции. Кроме мотивации, в характер речевой деятельности входит, собственно, умение планировать свою деятельность. Это владение операционными навыками, которые позволяют регламентировать и определять ход все речевые работы, нацеленные на получение определенного речевого продукта. Поэтому в целом формирование речевой деятельности, она и представлена по основным ее видам. Если говорить в целом о видах речевой деятельности, то она у нас определяется в четыре основных вида. Это слушание, говорение, чтение и письмо. Поэтому, соответственно, каждым видом деятельности ребенок обладевает, исходя из возраста ребенка. То есть приоритетное в дошкольном возрасте – это умение слушать и умение говорить. Почему именно слушать? Я как логопед обращаю на это особое внимание. Почему? Потому что взаимосвязь слушания и говорения. Чем лучше ребенок начинает говорить, тем лучше он понимает обращенно к нему речь. Чем успешнее сформированы навыки восприятия речи, тем успешнее формируются у ребенка артикулемы. Поэтому, конечно, в дошкольном возрасте это приоритет формирования навыков, формирования слушания и говорения как видов речевой деятельности. И уже в дошкольном возрасте у нас уже ведущие виды речевой деятельности – это чтение и письмо. Характеризуя особенности формирования видов речевой деятельности в рамках устной речи, это в первую очередь, конечно же, овладение навыками рассказа, овладение навыками пересказа, овладение навыками идеологического взаимодействия, то есть уметь вступать в вербальный контакт, в паре, в группе, в коллективе и так далее. И каждый вид деятельности, она регламентируется в большей степени мотивами, целями, способами и средствами, которые выбираются и регламентируются в рамках реализации поставленной учебной задачи. Структурно-семантический принцип. Структурно-семантический принцип, он позволяет конкретизировать содержание речевого материала. То есть обучение языку должно происходить с учетом природы самого языка, его системной организации. Поэтому мы говорим «системная организация», то есть это единство уровневого развития каждого компонента языковой системы в рамках, в целом, как характеристики уровневого показателя развития речи ребенка. Поэтому, конечно, учитываем саму природу языка. То есть антогенетически, как у нас заложено, какое идет усвоение морфем, то есть значимой части слова, какие первые звуки появляются. Мы знаем прекрасно, что у нас выделяются звуки раннего антогенеза, среднего антогенеза, позднего антогенеза. И в рамках организации речевой работы мы должны учитывать последовательность появления звуков, последовательность появления морфем в речи ребенка, последовательность, антогенетически обусловленная последовательность появления предложений в речевой структуре ребенка. То есть это простые распространения, простые, сложно сочиненные, сложно подчиненные. Именно структурно-семантический принцип очень важен. Принцип предметно-практической направленности. Еще раз обращается наше внимание на необходимость формирования мотивации к речевому общению. Чтобы ребенок побуждался не на основании педагогического только требований, а стремление к выполнению и получению речевого продукта, стремление к участию в речевом процессе должно быть осознанно, сознательно. И в первую очередь, конечно, от этого зависит уровень развертывания языковых ориентировок ребенка в процессе такой совместной предметно-практической деятельности. Далее. Остановимся на специальных принципах обучения родному языку. Все вы прекрасно знаете ведущий принцип речевой работы. Это принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития ребенка. То есть часто возникает вопрос, вот у нас ребенок, трудности в понимании, трудности в активном говорении, да, как выстраивать эту работу, с чего начинать. А нужно развивать сенсорные представления. Нужно активизировать невербальное мышление. То есть нам необходимо обогатить первую сигнальную систему за счет сенсорики теми ощущениями, теми представлениями, которые ребенок получает в процессе ознакомления с окружающим миром. То есть чтобы ребенок установил логические причинно-следственные зависимости, которые потом будут кодироваться второй сигнальной системой словом. Поэтому, конечно же, данный принцип очень важен с точки зрения понимания речи, как речи мыслительной деятельности и обусловливает необходимость связи, речевой работы с развитием представлений об окружающем мире, с развитием сенсорных представлений и, собственно, всех мыслительных возможностей ребенка. То есть принцип единства развития, в том числе и с мыслительными возможностями. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода, еще раз, он ориентируется на понимание речи как деятельности и предусматривает формирование речи как деятельности именно в процессе общения. В процессе общения. То есть для чего мы учим ребенка всем нашим навыкам, речевым навыкам в области лексики, фонетики, грамматики? Для чего? Для того, чтобы его речь была связанная, логическая, понятная для окружающих, то есть чтобы он был интенсивно выразительным, привлекателен для слушателей, для того, чтобы войти в контакт, в речевой контакт и так далее. Поэтому, конечно, этот принцип у нас определяется ведущим, исходя из этого и развитие связной речи определяется ведущей речевой задачей. Принцип развития языкового чувства или чувства языка. Принцип развития чувства языка. То есть это развитие, это способность, которой мы можем развить чувство языка. То есть интуитивно понимать, как правильно используется та или иная словоформа. То есть чувство языка часто ребенку подсказывает уже на этапе обладения письменной речи, как правильно написать слово, то есть интуитивно начинает понимать, откуда берется интуиция у ребенка. В процессе речевого опыта на подсознательном уровне сначала формируются речевые аналогии, то есть усваиваются наиболее частотные словообразовательные модели, то есть усваиваются наиболее выраженные закономерности языка, формируется чувство, интуитивное понимание, как правильно. И все это осуществляется в процессе речевого опыта. Поэтому в рамках дошкольного образования очень важно развить именно чувство языка, которое потом поможет ребенку на этапе овладения, в частности, чтением, письмом, наиболее успешно ориентироваться в плане овладения и фонетического принципа правописания, и морфологического принципа правописания, и традиционного принципа правописания. Принцип формирования элементарного осознания явления языка. Что это предполагает? Данный принцип предполагает организацию процесса познания ребенком именно в таком плане, что это было все ориентировано на познание самой языковой действительности, чтобы у ребенка формировалась внутренняя система правил речевого поведения, который будет позволять не только повторять ранее, то есть те речевые образцы, о которых мы будем говорить чуть позже, но и создавать новые высказывания, которые еще не были в его речевом опыте, но которые конструируют, исходя из чувства языка, исходя из тех законов, общих законов языка, которые он уже усвоил и так далее. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи как целостного образования. То есть работа, речевая работа должна быть ориентирована на освоение всех уровней языка. И фонетический уровень, и лексический, и грамматический, и все виды связанной речи, они одновременно развиваются. И с учетом антогенетического принципа, то есть с учетом возраста детей, и здесь самое главное определить ту последовательность в данной речевой работе по всем языковым компонентам. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности, о которой я с вами уже говорила. То есть следует учитывать, что положительная мотивация значительно повышает результативность занятия. Вот, и поэтому педагоги должны в процессе обучения создавать ситуацию, которая вызывает именно потребность в этом общении. Принцип обеспечения активной речевой практики. То есть дети должны быть, находиться в постоянной ситуации слушания и говорения. И причем нужно понимать, что процесс слушания, он является таким же активным видом речевой деятельности, как, собственно, сам процесс говорения. Вот, поэтому для обеспечения активной речевой практики у нас есть очень много приемов, которые обеспечивают эмоциональный характер подачи речевого материала, и различные сюрпризные моменты, и индивидуальные направленные игровые приемы, и смены разных видов деятельности, и задания, которые будут обращаться к личному опыту ребенка и так далее. Поэтому, конечно, приемы, которые активизируют, обеспечивают более высокую познавательную активность ребенка на занятии, они практически используются в рамках и, собственно, самих организационных форм обучения, но и в процессе повседневного взаимодействия с ребенком. Принцип поддержки детской инициативы и самостоятельности, он выходит из той стратегии, которая ориентируется на учет индивидуальности в речевом развитии ребенка. И принцип коммуникативной организации занятий. То есть в каждом занятии, да, мы знаем, что обучение – это ведущая форма речевого развития. Были у нас этапы, когда мы отказывались от обучения и предполагали, что процесс речевого воспитания должен осуществляться только в процессе живого общения. Но после имеющегося такого опыта, было у нас такой дошкольной педагогики, мы все-таки пришли к такому пониманию, что необходима организация обучения именно на занятиях по речевому развитию. На каждом занятии создаются именно оптимальные условия для подлинной мотивации, обеспечиваются главные условия общения – адресованность речи детей. То есть ребенок или кому-то адресует вопросы, педагог адресует конкретно вопросы группе или конкретному ребенку и так далее. Дальше в рамках занятия поддерживается речевая инициатива, осуществляется отбор содержания для обсуждения, которые, в общем-то, позволяют активизировать эмоциональный опыт ребенка – игровой, познавательный, бытовой. Кроме того, в рамках обучения мы широко используем не только, собственно, вербальные средства взаимодействия, но и образные, жестовые возможности мимического, как вербальные, мимические приемы активизации фона, эмоционального фона общения и, собственно, просадически, интенсионно и так далее. Принцип интерактивного взаимодействия предполагает формирование интерактивно-образовательной среды. В данном случае применение методов и технологий интерактивного общения позволяет обеспечить такое взаимодействие детей, в котором рассматривается каждый ребенок как личность. Личность, которая имеет право высказать свою точку зрения, отстаивать свою позицию, играть свою роль. Такого рода интерактивное взаимодействие способствует повышению целой интеллектуальной активности, ну и, собственно, речевой активности детей. Принцип интеграции, то есть принцип разностороннего развития личности ребенка, то есть используем разные виды, применяем разные виды искусств, и художественные слова, и различные виды музыкальных искусств, и театральная деятельность, и изобразительная деятельность и так далее. Принцип развивающего обучения, на котором я хотела бы обратить особое внимание, то есть создание зоны ближайшего развития, которое в чем выражается? Совпадение интереса детей к деятельности и комплексного развития их способностей. Создание серий игровых обучающих ситуаций, направленных на развитие у детей способностей к усвоению знаний, активность в реализации ориентировок в новых условиях, обучение переноса усвоенных знаний и умений на новые условия, переключаемый с одного способа на другой, быстрое ориентирование в новых понятиях, способах действий, ну и формирование темпов, носливых работоспособностей. Средства развития речи. Итак, анализ принципов речевой работы предопределяет выбор средств. Я бы хотела обозначить те основные ведущие средства, которые определяются у нас в дошкольной и школьной дидактике. Это общение взрослых и детей, это культурно-языковая среда речи воспитателя, это обучение родной речи языку на занятиях и различные виды искусств. На отдельных средствах немножко остановим наше внимание. Общение со сверстниками. Хотела бы обратить ваше внимание на важность общения со сверстниками в плане развития речи ребенка. Почему? Потому что именно общение со сверстниками позволяет сформировать следующие особенности общения в целом, как личности ребенка. Когда ребенок общается со сверстниками, у него преобладает яркая эмоциональная насыщенность. Если со взрослым ребенок разговаривает более-менее спокойно, без выраженных таких экспрессий, то в процессе разговора со сверстником он часто пользуется более разнообразными речевыми интонациями. И в целом уже исследованиями это абсолютно четко определено, что вообще в процессе общения со сверстниками ребенок почти в 10 раз больше пользуется экспрессивными мимическими проявлениями, чем в общении со взрослыми. Кроме того, в процессе общения со сверстниками мы наблюдаем достаточно большую вариативность нестандартность детских высказаний, отсутствие жестких норм и правил. Когда ребенок общается со взрослым, даже самый маленький, он старается придерживаться определенных норм высказаний, общепринятых фраз, общепринятых речевых оборотов. Когда дети общаются со своими сверстниками, очень часто используют неожиданные, непредсказуемые слова, неожиданные фразы, придумывают новые названия с незнакомым предметом, то есть они играют со словом. Общение со сверстниками, кроме того, позволяет сформировать инициативные высказывания. Инициативные. То есть ребенку в общении важнее высказаться самому, чем выслушать другого. Поэтому беседы, как правило, у детей со сверстниками не получаются. Они перебивают друг к другу, каждый говорит о своем и так далее, если мы не говорим о тех задачах, которые ориентированы на то, чтобы скорректировать эти вещи, научить общаться друг с другом. Поэтому ребенок более инициативен, более внимательно слушает, более внимательно прислушивается к той информации, которую обзвучивает. И таким образом активнее старается вступать во взаимодействие. Общаясь со взрослым, ребенок все-таки больше предпочитает слушать. Говорит чаще всего больше взрослый. Кроме того, общение детей с друг с другом значительно богаче по своему назначению и по своим функциям. Поэтому управление действиями партнера, контроль его действий, навязывание собственных образов, совместная игра, постоянное сравнение с собой. А взрослый ребенок ждет либо оценки, либо какой-то новой познавательной информации. Разговаривая со взрослым, ребенок особо не прикладывает никаких усилий для того, чтобы его поняли. Например, ребенок находится в условии семейного воспитания, предположим, ждет, когда наступит очередь для того, чтобы его приняли в детский сад, воспитывается с бабушкой, предположим. И когда он идет в детский сад, родители удивляются, насколько он лучше начинает говорить. То есть это понятно, что сама организация, сама речевая среда, систематические занятия, но и сам факт обеспечения систематической возможности общения со сверстниками, которую у ребенка не было, когда он чаще сидел дома или на площадке с двумя-дремя детьми. Другое дело сверстник. Он не будет пытаться угадать желание, настроение. Чтобы ребенка приняли в игру, ему нужно все четко и ясно сказать. Поэтому, конечно же, мотивация к общению будет совершенно другая. Но следующее средство, на которое я хотела бы обратить ваше внимание, это культурно-языковая среда речи педагога. Речи педагога предъявляются высокие требования, вы их прекрасно знаете. Она должна быть лингвистически грамотная, она должна быть эмоционально насыщена. То есть педагог должен знать и соблюдать правила речевого этикета и так далее. Кроме того, педагог ведь использует невербальные средства общения, которые помогают объяснить, запомнить значение слова. Меткий жест помогает усвоению значений слов. Мимика, фонация помогает уточнить значение слов. Кроме того, невербальные средства способствуют углублению эмоциональных переживаний, запоминанию материала, помогают в приближении учебной обстановки к обстановке естественного общения, являются образцами поведения детей. То есть в целом невербальные средства в речевой культуре педагога, владение невербальными средствами, это такая же важная составляющая, как и, собственно, сама вербальная речевая активность педагога на достаточно высоком уровне лингвистической грамотности. Недостатки речи педагога, на которые можно обратить внимание, это многословие. То есть дети, педагоги, когда часто что-либо объясняют детям, часто не умеют просто ясно изложить свою мысль, и поэтому иногда дети не делают то, что нужно, так как не уловили основной смысл того, что говорил педагог. Дальше. Чрезмерная лакомичность. Когда дети слышат только краткие распоряжения, замечания, больше ничего. Вот такого педагога детям нечем и будет научиться в отношении родного языка. Следующее. Часто употребление слов уменьшится заскательными суффиксами. Если мы часто к этому прибегаем, то теряется эмоциональный оттенок слова тогда, когда нужно будет это сделать. Небрежное, неряшливое произношение звуков, слов, то есть некая такая смазанность звукопроизносительная, монотонность речи, которая может утомлять детей, снизить интерес к содержанию текста, где ребенок начинает просто отвлекаться. Бедность языка. Такая речь плохой пример для детей. Это делать ребенка равнодушным к богатству языковых средств. И злоупотребление лишними словами. Я уж не говорю о диалекте. Итак, собственно, переходим к методам активизации и развития речи. Традиционная классификация методов по источнику знаний. Наглядные, словесные и практические. Вы это все прекрасно знаете. Наглядные методы, в свою очередь, делятся на непосредственные и опосредственные. Непосредственные – это все, что связано с реализацией методов наблюдения и разновидность этого метода экскурсии, рассматривания натуральных методов и так далее. А посредственные методы, они все основаны на использовании того или иного вида изобразительной наглядности. Это игрушки, это фотографии, картины, предметно-схематические, символические модели и так далее. Практические методы. К практическим методам мы можем отнести дидактические игры в разные виды игр. Игры драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры, обследование предметов, то есть сенсорное обследование предметов, которое позволит выявить свойства, качества предметов. И предполагающее зрительное, тактильно-киностетическое обследование, слуховое обследование, комбинированное. Вот на такого рода занятия по обследованию предметов в свое время уделяя большое значение, большое внимание Феликс Алексеевич Сохин, который руководил лабораторией развития детской речи. Словесные методы. К словесным методам традиционно у нас определяется чтение, рассказание художных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающие беседы, рассказание без опоры на наглядный материал. Несколько слов по характеристике завистных приемов. Речевой образец. Что такое речевой образец? Это правильный, доступный для повторения или для подражания только, для более старших детей. Образец речевой деятельности педагога для ребенка в конкретной ситуации общения. В старших группах в школе образец мы используем после речи детей, для чего? Чтобы он служил уже не для подражания, а для сравнения и для коррекции. Следующий прием – повторение, то есть специальное, многократное использование речевого материала на примере одного и того же элемента. Звука, слуга, слова, фразы для обеспечения запоминания. Объяснение. Объяснение – это, по сути дела, презентация педагогам сути языкового явления или образа действия через его описание. То есть, например, часто у нас регламентируется такое использование данного приема «Объяснение этимологии», «Объяснение происхождения» слова. Далее. Указания. Указания – это словесное пояснение воспитанникам, как надо действовать, чтобы достичь требуемого результата. То есть, указания – это программирование действия ребенка на получение речевого продукта. То, что сначала, что мы должны делать потом и на что мы должны обратить внимание, чтобы правильно выполнить то задание, которое мы даем детям. Словесное упражнение – это специально организованное, неоднократное выполнение дошкольниками какого-либо речевого действия для того, чтобы совершенствовать речевые навыки и умения. Ну, в частности, например, артикуляционные генераторы. Оценка детской речи. Вот оценка детской речи – это такой же важный прием речевого воспитания, как и все другие приемы речевой работы. Это хорошо аргументированное, вот обращаю ваше внимание, именно на хорошо аргументированное суждение. Не просто «молодец», ребенок должен понимать, он молодец. Почему он сегодня молодец? За что вы его хвалите? То есть, это аргументированное суждение о качестве какого-либо речевого действия ребенка, которое включает в себя сначала раскрытие достоинства, то есть «молодец», за что «молодец», и потом указание на недостатки речи, на чем нам еще нужно дальше работать. Поэтому в оценке подчеркаются прежде всего положительные качества. Дети лучше, кстати, воспринимают оценку, если она исходит от игрового персонажа или связанная с игровой мотивацией. «Молодец, ты очень подробно описал зайчонка, ничего не пропустил, но рассказал не по порядку, и слушать себя было трудно». Да? Вот. Примерно в таком плане мы оцениваем. Далее. Вопросы. Вопрос, ну что такое вопрос, я прекрасно знаю, это словесное обращение к ребенку или к группе детей, требующий ответ. Так вот, вопросы у нас делятся на две основные группы. То есть, собственно, сами основные вопросы и вспомогательные. К основным вопросам мы относим констатирующие или репродуктивные, то есть одно и то же, и поисковые. Репродуктивные, то есть на воспроизведение информации, та, которая уже известна ребенку, кто, что, какое, какая, где, как, куда. То есть воспроизведение информации. Репродукция. Поисковые, они требуют установления связи, причинно-следственной связи между явлениями. Почему? Зачем? Чем похоже? И так далее. Вспомогательные вопросы. Наводящие. Да? То есть наводящие. Например, что очень вкусное, сладкое, можно намазать на хлеб? Варенье, повидло. Подсказывающие. Например, по теме строительства дома, педагог задает вопрос, кто кроет крышу. Дети, например, затрудняются ответить. Тогда задается подсказывающий вопрос, а не кровельщик ли кроет крышу? Следующие типы вопросов вспомогательные. Побуждающие. Побуждающие к сравнению, побуждающие к метафоре. На что похожи глазки лисенка? Педагогу необходимо овладеть методически правильной постановкой вопросов. Они должны быть четкими, целенаправленными, выражать основную мысль. Необходимо правильно определять место логического ударения в вопросе. Вы знаете, сменили логическое ударение во фразе «поменялся смысл». Доправлять внимание детей на слово, которое несет основную смысловую наброску. Сегодня хорошая погода. Сегодня. То есть мы понимаем, что нужно сравнить с тем, что было вчера. Или такая же погода, как и так далее. Дальше. Требования к вопросам. Формулируя вопрос, педагог должен ясно представить, какой ответ он ждет от ребенка. Вот очень часто я говорю своим студентам. Вот они формулируют вопросы, а какой предполагаемый ответ. И когда вдруг начинаем мы все это предполагать, мы понимаем, что этот вопрос, в принципе, такая формулировка вопроса нам не подходит. Вопросы должны быть конкретными, четко сформулированными. Не должно быть непонятных слов. Не нужно задавать вопросы, которые не способствуют развитию мысли. Сколько ног у лошади? Ну что. Нельзя задавать вопросы в отрицательной форме. А вы не знаете, как называется? Дети говорят, нет, не знаем. Или да, знаем. Вопросы нужно формулировать в логической последовательности, не спеша, выделяя смысловые акценты. Далее. В зависимости от характера речевой деятельности, мы все методы речевой работы делим на репродуктивные и продуктивные. Все репродуктивные методы, они основаны на воспроизведении готовых образцов. Что мы можем отнести к методу обучения по образцу? Подробный, близко к тексту воспроизведения, литературного произведения. Составление предложения по данному типу, по данной схеме. Обучение произношению по образцу, обучение интенсионной окрашенности речи по образцу, выразительное чтение по примеру взрослого, сочинение по аналогии с прочитанным тоже рассматривается как репродуктивный метод работы и так далее. Несколько характеристик по каждому приему. Итак, подробный, близко к тексту. Он очень важен на начальных этапах обучения пересказа. Почему? Потому что служит средством закрепления в памяти, содержание, прочитанное во всех его деталях. Кроме того, перенимая образец, образец это художественный образец, это литературный язык, ребенок усваивает собственно сам язык, ну и логику, усвоение логики вот этого речевого образца. Поэтому на начальных этапах, конечно, совместный пересказ ребенка по варианту договаривания фразы и отраженный, то есть когда ребенок повторяет то, что говорит педагог. Значит, приемы работы над текстом при обучении близкому к тексту пересказа, рассматривание иллюстрации, выстраивание логической последовательности серии сюжетных картин, выделение, проговаривание, выборочное чтение, заучивание отдельных фрагментов, ну и собственно лексико-грамматические упражнения по тексту. Зрительная опора в сами собственные иллюстрации к литературным произведениям, в серии сюжетных картин или набор предметных картинок к тексту. Кроме того, широко мы используем символы и пиктограмму. Ну, вы здесь видите, например, следующий прием работы по образцу, составление предложений по типу данного и по схеме. Ехали медведи на велосипеде, да, и курочка с ветром заливает кошкин дом и так далее. Девочка, например, увидела бабочку. Или мишка сидит под деревом. Различные схемы. Следующий пример репродуктивного метода обучения, произношения и интонации. В процессе реализации такого метода работы репродуктивного мы обязательно обращаем внимание на, акцентируемся на слуховой контроль, зрительный контроль, тактильный контроль, да, поэтому, конечно, мы должны дать такой образец произношения, который бы позволил реализовать все виды контроля для того, чтобы услышать звук и, в общем-то, понять, как идет, как работают органы артикуляции при произношении, то есть как формируется артикулема. Интонационные компоненты, то есть мы с вами уже сказали, что обучение интонации тоже идет по образцу, поэтому здесь опять-таки повторяю требования к речи педагога, это выразительность, да, выразительность. Кроме того, что выразительная речь педагога создает атмосферу эмоционального сопереживания и является мощным орудием воздействия на ребенка, да, и способствует формированию произвольности выбора интонационных средств уже самим ребенком. Выразительное чтение стихотворений по примеру взрослого, да, на такой вид работы направлены приемы, образец выразительного чтения, оценка чтения, подсказ нужной интонации, напоминание о похожем случае жизни ребенка, который оживет эмоциональную память, она у нас наиболее яркая у детей, объяснение указания по поводу выразительной формы чтения, характеристика персонажа, который поможет войти в образ и подобрать нужную интонацию. Сочинение рассказов по аналогии с прочитанным, да, то есть придумание рассказов по литературному образцу, как правило, мы используем в практике два варианта, сохраняем содержание, меняем героев, или, например, сохраняем героев, но выстраиваем совершенно новое сюжетное время. Ограничиваться только речевыми образцами, исходя вот из той стратегии, с которой мы начали наш с вами разговор, нельзя. То есть необходимо ограничивать, вернее, организовывать процесс познания, вот всей языковой действительности, да, учитывать такую закономерность речевого развития, как элементарное осмысление, элементарное осознание явлений языка. И поэтому, работая только на речевых образцах, мы не сможем сформировать у ребенка осознание явлений языка и речи. Для этого нужны поисковые методы обучения или проблемные методы обучения. Итак, проблемным или продуктивным методом речевой работы мы относим вот самые, как бы, основные виды речевые логические задачи, речевые ситуации, проблемные вопросы, творческие задания, экспериментирование, моделирование, сравнение, дидактические игры, пересказ с перестройкой текста, уже не текстовой пересказ, а пересказ с перестройкой текста. Вкратце, небольшая характеристика каждого приема, продуктивного, поискового, относящегося к проблемным методам. Речевая логическая задача, то есть рассказ-загадка. Рассказ-загадка, как правило, используется содержание, связанное с явлениями природы, чтобы дети, то есть связь, знакомление с окружающим миром, детям легче установить все вот эти причины следственной зависимости. Вот пример волшебной льдинки, да, соответственно, дается сюжетная линия и предлагается ответить на такого рода вопросы. Что это за капельки, откуда они появились, куда сосульки делись, увидит ли он снова сосульки вечером и так далее. Речевые ситуации. Речевые ситуации, они направлены на формирование навыков составления диалогов. Составление диалогов. То есть ребенок сам продуцирует, исходя из ситуации, вариант развертывания, да, диалогического взаимодействия. Ну, как правило, с такими речевыми ситуациями мы можем работать двумя вариантами. Например, предлагаются вопросы, на которые ребенок может ответить. Например, вот по щенка и котенка, да, как вы думаете, о чем могли вести беседующие ног и котенок. Или второй вариант. Мы можем предложить вариант развития диалога, а дети должны придумать реплики. Очень интересная, по-моему, такая работа. Проблемные вопросы. Вот на них я хотела бы тоже обратить внимание. В процессе ознакомления с художественной литературой мы используем проблемные вопросы. Что будет, если, как вы думаете, Баба Яга, добрая или злая? Если бы вы оказались на месте героя, о чем вы подумали? Как бы вы поступили, оказавшись на месте героя? Для чего используются образные слова? Можно ли словами нарисовать портрет и так далее? Как помочь медведю полить малину? Как помочь великану прочитать маленькую книжку? И так далее. Творческие задания. Творческие задания, как правило, связаны на придумывании, продолжении, завершении рассказа, начало, которое предлагает педагог. Придумывание рассказа по плану тоже рассматривается как продуктивную вид речевой работы. Педагог предлагает тему, предлагает план в виде вопроса, в виде указаний, может определить даже общую последовательность событий, а развить содержание дети должны самостоятельно. Здесь приведен, собственно, пример по Пеньевской. Придумывание рассказа по теме предложено педагогам. Важно в этом моменте, чтобы формулировка темы, она соответствовала опыту детей, уровня их речевого развития, затрагивала их чувства и способствовала развитию воображения. То есть здесь очень важно педагогу продумать ту тему, которую он предложит детям. Придумывание рассказа по пословицам, поговоркам, скороговоркам. Придумывание рассказа на самостоятельно выбранную тему. Кто интереснее, придумает сказку. Например, для младших школьников можно усложнить уже подобного рода работы. Например, этимологический анализ или этимологическая справка касаемо объяснения происхождения слова, использования ребусов, составления логической цепочки слов, использования кроссвордов, чайнвордов, записи по наблюдению, ведение дневников погоды, другие дневники, импровизация скалок, зачатки литературно-художественного творчества, перестройка данным учителем текстов. Сюда относятся выборочные пересказы, изложения, творческие формы пересказа, изложения, сценировка, как письменно, так и устно. Письменные сочинения разнообразных типов, выворачивание сказки наизусть, то есть, знаем, выворачивание сказки наизнанку, статьи в газетах, отзывы о прочитанных книгах, творческие игры, переведи на русский язык пословицы мира. Например, вьетнамское. Прежде чем сказать, поверни язык семь раз. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Ну и так далее. Усвоение понимания смысла образных слов, выражения с переносным значением, включение в рассказ импровизированного диалога с разными интонациями, выполнение пластических этюдов, придумывание необычных окончаний хорошо знакомых сказок, подбор синонимов, антониов, так же, как и с дошкольниками работаем, драматизация наиболее интересных отрывков, развитие отдельных сценических навыков, рисование обстановки и условий, в которые бесты литературные герои, соотнесение текста с характером музыкального произведения. Следующий, значит, вариант, метод работы – это экспериментирование. То есть экспериментирование как метод речевого развития. Значит, экспериментирование в данном случае может быть реализована следующие виды экспериментальной деятельности. Это та деятельность, которая организована педагогом, познавательное занятие с элементами эксперимента, демонстрационные опыты, которые реализуются вместе с детьми, долгосрочное наблюдение, эксперименты. Что это, каким образом это оказывает влияние на речевое развитие. То есть в процессе экспериментирования дети учатся устанавливать невероятное сочетание предметов, сопровождая свое открытие развернутым речевым высказыванием. При этом возникает необходимость давать отчет о виденном, формулировать выводы, определять закономерности и так далее. Следующее – моделирование. То есть это символическая аналогия. Все, что символическая аналогия, которая помогает запомнить свой речевой материал. То есть у нас есть такая истина, что когда учишь, записывай, рисуй схемы, диаграммы, черти графики. То есть для чего? Потому что в процессе такой работы ребенок хочется видеть главное. То есть моделирование, прием мнемотехники. То есть мы этот прием прекрасно знаем. Для того, чтобы легче запомнить речевой текст, мы пытаемся все фрагменты текста зафиксировать в виде таких схематических простых рисунков. Кроме того, мы учим в процессе работы с такого рода схемами и соотносить условные наглядные обозначения с разными компонентами объекта. То есть зеленый овал. Что можно представить за этим символом? То есть огурец, шарик и так далее. Воробьева предлагает интересные сенсорно-графические схемы, предметно-схематические модели для составления описательных рассказов о явлениях природы или о описании какого-либо предмета, объекта. То есть форма, размер, цвет, фактура, вкус, звуки, запах. То есть на какие качества предмета мы можем увидеть, глядя на его, какое качество предмета мы определим, взяв в руки, почувствовав, то есть какой орган нас за это отвечает и так далее. Ну и вот эти схемы, они очень широко применяются, особенно в логопедической практике. Сематические модели, да, то есть модель составления, описания овощей и фруктов, модель составления, описания птиц. Ну и, собственно, вот такого рода обозначения, которые были использованы выше у Воробьевой, что обозначает каждый рисунок, какой сенсорный орган, какую-нибудь сенсорную информацию мы можем получить с помощью того или иного органа. Кроме того, при подготовке детей к обучению грамоте используются такие, ставятся такие задачи, как интенсивно выделить звук, назвать слова, заданные звуком, определить позицию звука, изобразить гласность согласно. У нас здесь очень много моделей, но Токарева, например, на самом начальном этапе обучения предлагает вот такую модель для обозначения гласных и для обозначения согласных. То есть такого рода моделирование плавное, подготовка к обучению грамоте тоже очень широко используется. И хотел бы завершить свой обзор, касаемо продуктивных методов работы, завершить пересказом, характеристики видов пересказа с точки зрения реализации такого рода проблемной работы. Это все виды выборочного пересказа, здесь они представлены. То есть пересказ эпизода, сцены, пейзажной зарисовки, пересказ по иллюстрации, пересказ в параллели, сжатый пересказ. Собственно, сами творческие пересказы, они определяются как самые сложные. Детям дошкольного возраста даются пересказы от лица одного из героев, только подготовительной группы. Они широко представлены в системе начального образования. Пересказ с творческими дополнениями, то есть мы вводим вымышленные эпизоды, детали, высказываем свое выражение и так далее к тому, что происходило, какое событие они наблюдали. Таким образом, современная стратегия развития речи детей определяет необходимость обеспечения активной речевой практики, побуждения к самостоятельным поискам и обобщения языковых и речевых явлений. Вот на этом я хотела бы закончить сегодняшний наш с вами разговор. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok